Спасибо, что смотрите телеканал Томикен Бизнес. Это программа «Время говорить». В студии сейчас участники четвертого антикоррупционного форума предпринимателей, который сегодня прошел в столице. Прошу приветствовать Ербол Устемиров, исполняющий обязанности заместителя председателя правления Наспалаты Томикен. Здравствуйте. Анар Жарова, директор департамента превенции Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции. Здесь приветствую также вас и Гульмира Илевова, президент Центра социальных и политических исследований и стратегии. Добро пожаловать всем, коллеги. Я бы хотел, конечно, обсудить этот болезненный вопрос, который касается, наверное, каждого бизнесмена, коррупционные проявления. Я так понял, что есть те бизнесмены, которые хотят пользоваться коррупцией, а есть, которые страдают от коррупции. Это вот у вас исследование было, если не ошибаюсь, госпожа Илевова. Но давайте с вас. Антикор у вас меньше коррупции стал у нас или все-таки сохраняется уровень определенный, тревожный? Ну, если в целом смотреть результаты 2019 года, по числу осужденных мы проводили мониторинг, то количество осужденных немного сократилось. В 2019 году было осуждено в целом по стране тысячу два лица за коррупцию. В 2018 году эта цифра составляла 1079. Так. Это можно отнести к чему? Это результат превентивной работы, либо это ужесточение наказания, либо меняется сознание людей, может быть, даже так и безусловно. Все в комплексе. Все в комплексе. Что говорят ваши исследования, если можно? Сегодня вы сказали о том, что у нас размер средней взятки под 2 миллиона тенге, да? Нет. Нет? 205 тысяч. 205 тысяч. Это по Казахстану? Да. Ну, а в столице, естественно, больше. Нет. Я бы не стала говорить именно по регионам. Чаще или лучше, наверное, говорить о сферах. В разных сферах. Мы смотрели 8 из большого количества сфер, в которых взаимодействие госорганов и предпринимателей осуществляется. Есть такие диапазоны. Есть сферы с высокой долей или с высокими показателями ставок. А есть, где они более низкие. До 2 миллионов – это как раз мы говорим о диапазонах. А вот наиболее заметный или такой максимальный, наверное, размах – это в налоговой сфере. Назывались цифры от 1 тысячи тенге до 10 миллионов тенге. То есть это очень большой разброс. В некоторых сферах, например, в экологии, там не такие большие диапазоны. Соответственно, где-то до 50 тысяч. То есть есть разные сферы. И, соответственно, мы сделали такой вывод, что локализация коррупции довольно сильно различается. И были названы по итогам опроса предприниматели. Мы опросили 5891 предпринимателей. Самыми коррумпированными можно назвать сферой таможни, строительства, земельные отношения. Вот земельные отношения, кстати, это большая проблемная зона, я бы так сказал. У нас до сих пор прозрачности, по-моему, там нет. Несмотря на то, что мы очень много предпринимаем. И в частности, у нас палата Томикенда. Ну, земля одна, действительно, Гульмир Тахшелков сказал, одна из корруппированных сфер. Мы ежегодно по нему какие-то мероприятия предпринимаем. Но все равно уровень коррупции все равно остается высоким. Потому что там цифровизация нулевая практически. В самом земельном законодательстве порядки получения земельных участков тоже различны. Насчитали 8 порядков получения земельных участков. Я помню, что у нас объявлялась, точнее, даже законодательно закреплена норма по поводу аукционов. Они что, эта норма не работает? Норма работает. У нас просто есть порядок получения земельных участков в черте населенного пункта. Порядок получения земельных участков в черте населенного пункта для цели строительства. Потом для сельхозиспользования. Порядков много, в том числе и для получения земли через торги, аукционы. Но у нас в 2018 году была большая прокурорская проверка. Они выявили более 2000 земельных участков именно предпринимателей, которые получили их без аукционов. И поэтому у нас такая большая проблема для нас была. Мы тогда начали глубоко разбираться в этом, глубоко изучали вопрос. И получилось, что из-за того, что слишком много порядков, это как бы запутывает, как предпринимать такие местные исполнительные органы. Как ваше агентство реагирует на такие вопросы? В первую очередь, хочу сказать, мы проводим профилактическую работу. У нас такие инструменты есть, как анализ коррупционных рисков и мониторинг. В прошлом году мы проводили анализ коррупционных рисков в сфере земельных отношений. Да, были выявлены проблемы. В первую очередь, связанные с непрозрачностью предоставления земельных участков. Об этом уже мы не раз говорили. Мы знаем, что еще в 2018 году Ельбасы в своем октябрьском послании дала поручение по созданию единых геопорталов. Я так понимаю, что либо не спешат, либо не хотят чиновники создавать эти единые геопорталы. Потому что ясно, что вообще земельная сфера, это, наверное, одна из основных таких самых денежных сфер. И самое, кстати, по исследованию тоже самое коррумпированное, да, получается. Можно ли как-то этих чиновников подтолкнуть к созданию вот таких вот геопорталов, сделать прозрачным в конце концов у нас процесс выделения земельных участков? Эта работа сейчас проводится. Мы совместно с АТОМИКЕМ в течение прошлого года мониторили ход исполнения поручения. С агематами отрабатывали. Есть проблемные вопросы. Да, на сегодня создаваемые информационные системы не совсем соответствуют тем требованиям. Где-то информация, располагаемая на порталах, нечитабельна. Где-то она не соответствует тем предъявляемым требованиям. То есть ту информацию, которую необходимо увидеть, предприниматель может использовать, не совсем получается. Ну а потом, представляете, предприниматель столкнулся с такой проблемой, потом попал в ваше социсследование. Где-то, собственно, да, пожаловался на это. То есть некий замкнутый круг получается, я так понимаю. Да, и еще то, что тормозит создание информационной единой системы, это отсутствие национальной системы координат. Мы до сих пор используем систему координат еще советского периода, 42-го года. То есть вот сейчас вопрос перехода на национальную систему еще в процессе. Поэтому вот сегодня тоже на форуме этот вопрос поднимался председателем агентства, управленным ученым органом. Думаю, что результаты мы увидим. Можно я добавлю? Да, конечно. По геопорталам проблема в чем? Проблема в том, что каждый Акимат начал разрабатывать свой геопортал, хотя требования единые были. Министерство технических хозяйств разработало, но само от контроля само устранилось. Соответственно, каждый Акимат сделал свой геопортал, он не читабельный, предприниматель никак не помогает. А мы геопортал как понимаем? Геопортал не просто должен давать информацию о свободном земельном участке, о генпланах. Он должен давать услуги, комплекс услуг от получения земельного участка до подключения к инженерным сетям. Мы вот так геопортал понимаем. Этот вопрос мы обратно в дорожную карту 2020 года включили, будем держать на контроле, совместно с Антикором будем решать эту проблему. В принципе, если посмотреть на борьбу с коррупцией, я, наверное, может быть, не ошибусь, если скажу, что сейчас работа, связанная с, условно говоря, поймал, посадил, отпустил, это немножко не та работа, которую надо вести. Как вы думаете, может быть, стоит еще больше на другие аспекты обращать внимание? Вы правильно говорите, да. Это уже доказано, наверное, во всем мире, что превентивная работа, именно вопросы профилактики должны играть большую роль в противодействии коррупции. Поэтому именно на это агентство обращает внимание в своей деятельности. Наш основной приоритет – это предупреждение коррупционных проявлений. Это вы, наверное, наблюдаете. Даже с самого момента создания агентства в июне 2019 года именно был упор сделан на профилактический блок. Созданы подразделения департамент превенции, департамент добропорядочности, который занимается формированием антикоррупционной культуры в обществе. Департамент партнерства у нас есть, который занимается связями с общественностью, с внешними, как и с внутренним взаимодействием. Смотрите, что нам пишут. Частный предприниматель, ЧП, видимо, не должен контактировать с чиновником и с налоговым комитетом. Я так расшифровываю вашу аббревиатуру. Еще раз повторяю, заплатил налог и никаких отчетов, потому что частный предприниматель – это просто самозанятый рабочий человек, а у нас столько бумаг после оплаты налога. Это, наверное, индивидуальный предприниматель, вы имеете в виду. Вопрос о цифровизации. Я согласуюсь и добавлю к тому, что было сказано. То есть работа ведется в государстве со стороны специального ведомства. В то же время социологически можно сказать, то есть на основе опроса, что цифровизация и цифровизация всех услуг, в том числе налогового учета, является одной из причин, почему отмечается некоторое снижение коррупционных взаимодействий. Вторая причина, и я думаю, что она очень важна, помимо статистики, это то, что сейчас постепенно происходит смена поколений, заходят более молодые предприниматели, не так много, как хотелось бы. Но тем не менее, эти молодые предприниматели, во-первых, сейчас рынок сложный, и, соответственно, у них доходы ниже. Для них коррупционная составляющая или коррупционный налог – это дополнительный расход, и поэтому они склонны стали к поведению, прежде всего, то есть они становятся более образованными в качестве предпринимателей. То есть они все делают по закону? Они стараются делать все сами, контролировать, делать по закону, и если они случаются, встречаются с тем, что их вдруг какой-то госорган или представитель госоргана пытается с них какие-то деньги получить, они пытаются отбиваться. И, соответственно, вот доля тех предпринимателей, которые стараются в легальном законном порядке решать вопросы, она увеличивается. Я считаю, что это очень хороший шаг. Я не могу, то есть не шаг, а тенденция. Если вот мы, у нас было исследование 2017 года, теперь мы подтвердили в 2019 году, что количество этих людей растет. Если это мы в начале какого-то тренда, и это может говорить о том, что формируется некая новая предпринимательская этика, это уже достаточно сильные качественные изменения внутри, скажем, сообщества, и на это надо обратить внимание. То есть я думаю, что политика или в целом взаимодействие с двух сторон антикоррупционное. То есть, с одной стороны, деятельность государства, с другой стороны, повышение вот этой правовой грамотности и ответственного поведения самих предпринимателей. Хотя, конечно, количество тех, кто считает, что коррупция помогает, она осталась на том же уровне. Каждый пятый где-то, каждый пятый, он примет решение вне зависимости от того, насколько это справедливо или насколько это правильно. Они думают, что надо сразу откупиться и просто не иметь каких-то дальнейших проблем. Печальная все-таки вот эта статистика у вас печальная. Иногда задумываешься тоже об этом. Почему у нас не меняется самосознание? Хотя молодежь, вот опять же... Начинает, начинает, да. Господин Устемиров, можно уточнить у вас, ну, у нас уже почти 8 минут прямого эфира осталось, по поводу 2020 года. То есть у нас итоги подведены 2019-го. В этом году на чем вы решили сфокусировать свое внимание вместе с антикором, то есть НПП, Атамикен и антиперсовое искусство. По результатам поступающих обращений, проводимых анализов антикора, социологического исследования, мы на текущий год заложили 33 мероприятия по 7 разделам. В том числе мы хотим провести внешний анализ и мониторинг по таким сферам, как обратно берем земельные отношения, сферу строительства возьмем, сферу образования, сферу социально-предпринимательских корпораций и сферу получения субсидий. Это основные направления? Основные направления, на которые мы постараемся коррупционные риски снизить в этих сферах. Это наиболее чувствительные для предпринимательства сферы. И социоисследования это подтверждают. Поэтому на эти сферы будет обращено особое внимание. Смотрите, что нам пишут. В сфере сельского хозяйства надо навести порядок с деньгами. Сказали сегодня, что 11 миллиардов лежали в банках, а надо было их на бизнес пускать. Как так? Почему вопрос не поднимается? Вы поднимаете такие вопросы? Сегодня было озвучено, что есть такая практика размещения на депозитах денег, уделяемых в банках государственных программ. Это же субсидии, которые предоставлены государством. Сейчас следствие начато. Что-то дальше комментировать я не могу. Окей. В банках того, что есть... По субсидированию, если так смотреть на 10 лет, за 10 лет у нас на субсидии выделено больше 2 триллиона в тенге, хотя доля сельского хозяйства в ВВП страны остается на том же уровне, 5%. Почему так происходит? Потому что у нас нет стабильности. Правила субсидирования у нас за последние 5 лет менялись, оказывается, 47 раз. У нас есть 14 правил субсидирования, 57 направлений субсидирования. То есть нет стабильности, соответственно, отрасль-то не может развиваться. И предприниматели... Вот эта проблематика была изучена вами, например, в исследованиях ваших. Я просто смотрю, выводы там написано, что надо процессы... Я так понимаю, что все процессы, связанные с бюрократией, с проволочкой, не влияют на предпринимателей, они это отмечают. Все говорят, что все запутано, они не разбираются, они не понимают про целую грамотность предпринимателей, как они... Самооценка невысокая. Из-за этого они вынуждены доверяться госоргану, представителю, идти, ну, в общем-то, на поводу, скажем так, если они не знают. А невладение информацией, например, даже в налоговом законодательстве, это очень большая проблема, потому что охват налоговыми услугами, ну, по нашим данным, у нас участвовал 85%, и если там даже в налоговой что-то меняется, это же постоянно нервирует людей и, соответственно, вызывает какие-то напряжения, и, соответственно, потом возникает вопрос, зачем это делается, и вы только один для того, чтобы была коррупционная возможность для чиновников. Хотя, возможно, там были какие-то благие намерения, когда что-то менялось в самом начале наверху, а внизу это вот пользование вот этим незнанием со стороны предпринимателей, новых правил каких-то. Все это имеет место, да, и жалобы есть. Мы сделали 70 интервью, очень большой анализ, вот все передали, на самом деле, крайне интересное исследование. Что касается госзакупок, много ли удалось проблем здесь решить? И вот сегодня было заявлено, Тимур Гулебаев сказал, что у нас летом заработает единый портал, да, я так понимаю? Он с августа прошлого года заработал уже промышленную эксплуатацию, это единый окно закупок, он аккумулирует 5 наших закупочных площадок, это госзакупки, Казагро, Надлог, Байтирек и Самур Казана. Мы видим общую емкость рынка в 10 триллионов тенге, там больше 100 тысяч наименований товаров, которые закупаются, и все там отклонения, мы смотрим медианную цену, можем по разным регионам, по разным видам товаров, сравнивать, выводить медианную цену, грубо говоря, медианная цена, если, допустим, там дизельного топлива идет 200 тенге, а в некоторых регионах, если его закупают по 350, по 400 тенге, наша система это показывает. И все эти данные мы передаем в антикоррупционную службу, потому что мы видим, что здесь, скорее всего, есть признаки нарушений, а антикоррупционная служба, как у полномочий госоргана, он должен сказать, там есть нарушения, либо нет нарушений. В принципе, да, вы ведете тоже контрольную. В целом, мы совместно работаем с НПП «Томикен» в рамках единого окна закупок. Буквально за декабрь месяц, я сейчас приведу цифры за декабрь месяц, в результате мониторинга предотвращено неэффективное использование бюджетных средств на сумму 800 миллионов тенге. Вот эта работа и в текущем году продолжается. Сейчас все 17 территориальных департаментов подключены к информационной системе, и мы, можно сказать, в режиме онлайн отслеживаем все закупки и, соответственно, реагируем. Давайте подведем итог в целом. Работа в 2019 году проведена успешно, я так думаю. В этом году тоже мы наметили планы. Есть ли в этих планах вопросы сокращения участия государства в экономике? Потому что все-таки, так или иначе, предприниматели с этим сталкиваются. Что может делать бизнес, то сейчас делает государство. В 2019 году в рамках дорожной карты мы проревизировали республиканские госпредприятия. Это было 32 предприятия. Из них 108 мы рекомендовали изменить, там, ворк структуру, либо объединить, либо ликвидировать, либо на приватизацию. Там в целом 69 предприятий мы рекомендовали сократить. Это было по республиканским госпредприятиям. В текущем году мы заложили анализ социальной предпринимательской корпорации, это так называемый СПК при Акиматах. Их получает предприятие 251. Мы в дорожную карту заложили, точно так же мы полностью проревизируем, занимаются ли они теми видами деятельности, которые, допустим, должен заниматься предприниматель. У нас уже фактажи есть. Вот, к примеру, в Туркестанской области СПК Туркестан почему-то занимается строительством и реализацией жилых домов, хотя это не относится к тем видам деятельности, которые разрешены для СПК. Но в целом мы считаем, что по итогам года что-то интересное. И вот под конец телезрителя, наверное, такая рекомендация. Электронное правительство, цифровизация хорошо, но плохо, когда не работают программы в госорганах и много неясностей в порядке и программах субсидирования сельхозников. Ну, в принципе, вопросов много. Спасибо вам за них, за то, что участвуете в прямом эфире. Я передам это все участникам нашего эфира. И напомню, что архив программ находится на сайте inbusiness.kz. Обсуждали мы сегодня итоги четвертого антикоррупционного форума предпринимателей. До свидания. Спасибо.